Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я продолжаю зачитывать книгу. Интересные вещи из книги, там в принципе все интересно, но, короче, зачитывать книгу совершенный код Стива МакКоннелла. В прошлый раз закончили на главе 8 защитное программирование и я перечислил часть этой главы, точнее подглавы 8.3 способы обработки ошибок. Ну, сегодня продолжим, как обрабатывать, какие способы есть обработки ошибок, ну и пойдем дальше. Ну, а перед этим, конечно же, загрузимся. И да, и да, и таки да, и кстати да, вот так вот скажу. Прошлый раз я в этот городок зашел, пытался там попродавать вещи, чтобы собрать денег. И все такое. И вышел. Но потом, скажем так, назовем это умным словом, поставил кое-что на тестирование такое, нагрузочное тестирование было. И у меня появилось время, я решил зайти все-таки побегать, попродавать шмотки. То есть я в другом месте уже здесь, как вы видите. Я взял уровень, уровень взял, потому что я зашел в эту локацию, ну в этом городе новом. Сейчас расскажу, что это за город. Поубивал тут всяких он крыс. Этих еще каких-то кроток. Крыс или как они. Короче, я их поубивал, взял новый уровень. Прокачал я легкое оружие до 94%. И вот здесь обнаружил такую комнатку. Здесь дверь была закрыта, я ее пытался взломать. Не получилось, в результате у меня был динамит, я взорвал дверь. И вот еще одна дверь. И тут что-то интересное. Надо туда пробраться. Что еще? Рейдинг. Я взял квест найти чип от эскаватора. Но этот квест... Короче, нужно сюда в шахту спуститься. Там такие злые твари, что мне туда сейчас смысла идти нет. И самое-самое главное. У меня 5500 денег. Где я это все взял? Где я взял столько денег? Сейчас я вам покажу. Все-таки нашелся барыга. У которого было много денег. В принципе, у него были только деньги. Я вам сейчас покажу. Были у него только деньги. И были деньги у него. Но теперь у него их нет. Кстати, я побегал здесь по всяким домикам. Пооткрывал всякие шкафчики. В этой локации. Тут в другой, где шахты. И могу сказать, кучу всего понаходил. Ну, эту кучу... Вот, короче, этот барыга стоит. Вот здесь, да? Вот он. И я с ним решил поторговать. Смотрю, у него тут что-то, по-моему, 4000 крышек было. А вот это все, что я ему напарил. Но мне надо купить еще одну взрывчатку. Потому что эта дверь... Ну, в принципе, деньги есть. Давайте 750. Потом все равно я у него эти деньги заберу. Ну, найду какую-то вещь и... И продам. Так вот. Я сейчас тут дверь взорву, гляну что там. И пойду выкуплю Вика. И куплю машину. Вот. Что я хочу сделать? А потом приду сюда и буду какие-то такое сиделось. Кстати, здесь пришел к шерифу. Шериф хромой, больной. Что-то у него с ногой там произошло. Болит, короче. Я ему говорю, мол, давай я тебе помогу тогда. Ну, типа, ты ж болен, а я, короче, молодой, перспективный. И может какие-то здания повыполнять. А он мне сказал, ты, типа, еще не опытен. Будешь... Будет, короче, у тебя побольше опыта, тогда и приходи. Вот так вот. Ладно. Сейчас я поставлю, взорву дверь. Вот. Встанем сюда. Ну, а пока... Что это за... Не понял. Это что, взорвалось уже? А, не. О, дверь взорвал. Так, так, так. Вот тут что-то можно взять. Как не могу туда попасть? Как так-то? Эй, не понял. Ну, если... Нет, какая-то фигня. А ну-ка. Не понял, что такое. Ну... Это надо было две двери взрывать, чтобы... Чтобы что? Чтобы не смочь сюда попасть, или что? А ну-ка. Эээ... Наука. Да... Как же... Да, елки-палки. А ну, иди сюда. Какая-то фигня. Ребята, я две двери взорвал. Из-за чего? Генератор. Хм-хм... Интересно. Наука. А это передвинуть нельзя. Не, ну, наверное же, он для чего-то тут стоит. Правильно? Блин. Ладно, тогда пойду... Пойду выкуплю Вика. Кстати, хотел же сказать, что это за городок. Это локация, да? Это Рейдинг. Рейдинг это шахтерский городок, расположенный в восточнее дыры. Юго-восточный. В городе расположены две крупные компании, занимающиеся добычей золота. Мэру Рейдинга принадлежит единственное казино в городе. Кроме этого, в городе есть клиника, полицейский участок, салун, маломут и лагерь караванов. Золото, добытое на шахтах Рейдинга, отправляется в Ньюрино, НКР и город-убежище. Шахтеры, работающие в городе, являются основными потребителями наркотиков. Винта. Да, тут нарколыги. Ну, понятное дело, их подсадили на наркотики, чтобы они за бесценок добывали то, что они добывают. Соответственно, очень дешево, наркотик произвести несложно, дешево, подсадили шахтеров, и тут, короче, половина шахтеров, если не все нарколыги. Несмотря на то, что город выглядит весьма небогато, над ним пытаются получить контроль три наиболее могущественные силы западного побережья. Это НКР, Ньюрино и город-убежище. Поскольку население города небольшое и состоит в основном из шахтеров, органы правопорядка ограничены несколькими людьми, во главе которых стоит вот этот вот шериф. Что примечательно, так это то, что Рейдинг это реально существующий город, расположенный в Северной Калифорнии и известный своей горнодобывающей промышленностью. Во время действий Fallout 2 город фактически попал под власть семьи Моррино из Ньюрино, главного производителя винта. Многие шахтеры, впервые попробовавшие винт, стали зависимыми от него. Это позволило Моррино выкачивать из Рейдинга золото почти за бесценок. Ну, я как избранный могу воспрепятствовать планам Моррино и, короче, тут поделать хорошие квесты. Хорошие квесты. Ну, в частности, вот, меня попросили найти этот... Чип. А чип находится в экскаваторе, а экскаватор в шахтах, а в шахтах злые твари. Вот. Ну, этот чип поможет там, короче, этим шахтерам. Но я особо не вчитывался. Так, ладно. Че мы делаем? Мы сейчас попробуем выкупить Вика. Ну, раз мы вернулись туда, куда вернулись, вам эта локация и мне уже знакома. Так, сейчас я... Тысяча. Хорошо, вот. Ладно, он твой. И... Кстати, у меня лучевая болезнь. И фишка в том, что надо с ней что-то делать. Лечить. Пойдем со мной, мне спутник не помешает. А че опыта не дали? Так, он из пистолета может стрелять, да? Че, опыта не дали? Как так-то? Блин. Кламат. Не, не кламат, это же дыра. Офигеть. Я думал, опыт дадут. Зачем я сюда перся? Ладно. Пойду сейчас еще к Смитте. Куплю эту машину. Этому потом надо будет пушку дать. Блин, мне надо где-то найти все-таки... Все-таки, все-таки этот... Антирадин, потому что у меня лучевая болезнь. С ней надо что-то делать. Я выпил водочки. Ну, не водочки, там пойло какое-то было. Я выпил его, но что-то... Не помогло. Не хотелось бы вот так вот помереть. Так, ладно. Так, короче, идем дальше. Идем дальше по книге. Итак, способы обработки ошибок. И следующий способ на рассмотрение у нас какой? А вот такой. Вернуть код ошибки. Вы можете решить, что только определенные части системы будут обрабатывать ошибки. Другие же не будут обрабатывать ошибки локально, а будут просто сообщать, что обнаружена ошибка. И надеяться, что какой-нибудь другой высшестоящий в иерархии вызовом метод эту ошибку обработает. Конкретный механизм оповещения остальной системы об ошибке может быть следующим. Установить значение статусной переменной. Вернуть статус в качестве возвращаемого значения функции. Сгенерировать исключение. Используя встроенный в язык программирования механизм обработки исключения. В этом случае не столь важно выбрать механизм обработки ошибок, как решить, какая часть системы будет обрабатывать ошибки напрямую, а какая только сообщать об их возникновении. Если система должна стать, должна быть безопасной, убедитесь, что вызывающие методы всегда проверяют коды возврата. Так, не понял, а что он мне не продает? Правда? Тогда слушай, мне 2000, а я тебе машину. Ээээк, б-б-б-б-б, я не врубаюсь. Но я уезжу, у меня 2000 И реактор у меня этот был Блин, опять клама, дыра Достать автомобильную запчасть У меня была запчасть, только Только она, когда я с ним общался, она пропала Вот, смотрите Была же у меня, все же помнят Блин Если бы Думаю, нет Контроллер Бах какой-то, реально, у меня был контроллер Ну, 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 ну Куда он делся? Меня сбило еще Я где-то у кого-то ж видел этот контроль У меня ж где-то этот Что я хотел сказать, я уже забыл Так, ладно Надо, блин, опять надо Искать этот контроллер А где он может быть? Фиг его знает Ладно, сейчас я тут еще пробегусь У кого-то аж был Я его не купил Потому что думаю, зачем его покупать Это может нужно только 2000 Детизм какой-то Короче, ладно, идем дальше Так, да, следующий способ Обработки ошибок Вызвать процедуру или объект Ну, или Так называемый Обработчик ошибок Другим подходом к Централизованной обработке ошибок Является создание глобальной Специализированной Процедуры или объекта Преимущество его в том Что контроль над обработкой ошибок Сосредоточен в одном месте Что облегчает отладку С другой стороны Вся Так, с другой стороны Вся программа целиком будет зависеть От этого кода Если же вы захотите повторно Использовать Какую-то часть программы В другой системе Придется перетаскивать туда Не понял Не понял Че это было? Блин Приснилось что-то? Фух Так, ладно Идем дальше Этот подход Ну, вызвать процедуру Или объект Или так называемый Обработчик ошибок Может очень серьезно Повлиять на безопасность Если в программе Возникнет переполнение буфера Злоумышленник Сможет узнать Адрес метода Объекта Обработчик Таким образом При переполнении буфера Во время работы Приложения Использовать этот Способ Небезопасно Следующий способ Это показать сообщение Об ошибке Где бы она ни случилась Этот подход Минимизирует Накладные расходы На обработку ошибок Однако Он приводит К расползанию Сообщений Пользовательского Интерфейса По коду Приложения Это может создавать Сложности Если вы хотите Реализовать Целостный интерфейс Пользователя Отделить этот интерфейс От остальной Части системы Или Локализировать Ваше программное Обеспечение Остерегайтесь Также Сообщить Потенциальным Злоумышленникам Слишком многое Они часто Используют Сообщения Об ошибках Для поиска Способа Проникновения В систему Следующий способ Обработать ошибку В месте Возникновения Наиболее Подходящим Способом Оооо Вот он Ха-ха-ха Ноль Ему Так Ты Детия Какая-то Сто Хватит Продал Ха-ха-ха Так Надо этому Купить Пипистолет О 257 Короче Ладно Сейчас я Вот Антир 1 Есть Наконец-то Нашел 900 Да ладно Чуть Чуть Делать Блин Было 5000 Уже Вот так Туда-сюда И уже Деньжат И не особо Так Есть Антир 1 Есть Пистолет Патрончики Б Ладно Патрончики А потом И броню Б И броню Я Наверное Потом Как Этому Смите Надо Что же Его Приодеть Ходит Как Лохшара Так Первым Делом Я Че Я вылечился Хрен Там Вы Потеряли 25 Текущего Необлучения А Не Вылечился Но Тем не Менее Полегче Идем Дальше Следующий Способ Обработать Ошибку В месте Возникновения Наиболее Проходящим Способом В некоторых Проектах Предлагается Обрабатывать Ошибки Локально А выбор Используемого Метода Остается За Программистом Реализующим Ту часть Системы Где Происходит Ошибка Такой Подход Предоставляет Разработчикам Большую Гибкость Однако Он таит В себе Опасность Что Система В целом Не будет Удовлетворять Требованиям Корректности И устойчивости А в зависимости От того Какой В конечном Итоге Будет Реакция На ошибку Этот метод Может привести К потенциальному Расползанию Кода Пользовательского Интерфейса По Системе Это приведет К тем же проблемам Что и в случае С выводом Сообщений Об ошибках Слушаем У меня есть Тут Из Конечного Вот Так 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 Но только Без топливного Контроллера Он нафиг Не нужен Поэтому Если бы Вот Блин А У меня был Тоже Он на Это не то Надо Блин Я просто Невнимательно Читаю Так Еще раз Конечно Вот А Похоже На Топливный Регулятор А А ему А ему Контроллер Надо Вон Оно Че Понятно Блин Ну ладно Раз так Тогда я куплю Сейчас еще Антиродина Еще раз Съем Его И Тогда Пойду Блин А куда Пойти В Рейдинг Шахтерский Городок 1800 Ну Че Делать Надо Этому Вику Дать Деньжата 1843 3000 Надо Запомнить Что У Этого Чувака 3000 Крышек Потом Где-то На Собирать Шмоток И прийти Ему Впарить Ну Че Че Продать А где Этот Вик Оу Ты Где Если Пошел Со мной То Со мной Рядом И Бегай Шарится Так 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 Вот Как Мне Теперь Ну Так Об оружии Поведение О Защитное Его Ещё Можно Нагружать Вика Ну Чтобы Таскал Всякие Шмотки Знаете Как Раб Блин Брони Нет У Меня Ладно Потягай Вот Это Ещё Одну Штуку Флягу Наверное Тоже Нафиг Она Мне Нужна Это Возьми Вот Это Чё Ещё Ключ Наверное Ну И Регулятор Потягай С собой Так Обмен Говорить Поведение О Пистолет Брони Нет О Пистолет Взял Навык Ремонт У Него Ух ты Ух ты Ух ты А как Сделать Так Чтобы Он Что-то Парик Паремонтировал Так Ну Ну В принципе Всё Итак Идём Дальше Следующий Способ Обработки Ошибок Это Прекратить Выполнение Некоторые Системы Прекращают Работу При Возникновении Любой Ошибки Этот подход Оправдан Так Давайте Сюда Куда-то Пойдём Этот подход Оправдан В приложениях Критичных К безопасности Например Какая Реакция На Ошибку Будет Наилучшей Если Программное Обеспечение Контролирующее Радиационное Оборудование Для Лечения Рака Получит Некорректное Значение Радиационной Дозы Надо Ли Использовать То же Значение Что и Предыдущий Раз А может Ближайшее Допустимое Значение Или Нейтральное Значение В этом Случае Остановка Работы Наилучший Вариант Лучше Перезагрузить Машину Чем Рискнуть Принять Неправильную Дозу Похожий Подход Применим И для Повышения Безопасности Майкрософт Виндовс По умолчанию Виндовс Продолжает Работать Даже Если Журнал Безопасности Переполнен Но Вы можете Изменить Конфигурацию Виндовс Так Что При Заполнении Журнала Сервер Будет Прекращать Работу Это Может Быть Полезно Для Систем Повышенной Секретности Еда Ганнибалы О Так Смотрите Я по 65 Школ Опыта Получаю Когда Я Кого То Вижу Вижу Но Типа Типа Короче Просто Увидел И Подумал Так Не Буду Я Ничего Делать Так Так Это Голодные Вик Ты Че Гонишь Красавчик Че Куда Он Побежал Я Ему Оружие Уже Дал Да Классный Помощник У меня Конечно Ж Я Ему Дал Пистолет А Он Отошел Типа Стрелять Так Подальше Ну Да Так Ладно Этот С ножиком Но Ножиком Но Уже Больше Десяти Жизни Это Снял Вик Давай Стреляй Стреляй Шо Ты Бегаешь Туда Сюда Сколько 160 Очков Камни Камни Да А как мне его взять Вот так Вот Не Ну Камни Мне точно Не надо Поэтому Я их Брать Невуду А вот Ножик Я Продам Ладно Сохранимся Антирадина Закинем Себе Ничего Не происходит Раз Ничего Не происходит Туда Загружусь Я как раз Сохранился Перед Тем Как Закинуться Антирадина Так Ладно Пойдем Итак Устойчивость Против Корректности Как Выбор Выбор Подходящего Метода Ошибки Зависит От Приложения От Приложения В котором Эта ошибка Происходит Кроме Того Обработка Ошибок В общем Случае Может Может Стремиться Либо К Большей Корректности Либо Большей Устойчивости Кода Разработчики Привыкли Применять Эти термины Неформально Но Строго Говоря Эти термины Находятся На разных Концах Шкалы Корректность Предполагает Что нельзя Возвращать Неточный Результат Лучше Не вернуть Ничего Чем Неточное Значение Устойчивость Требует Всегда Пытаться Сделать Что-то Что позволит Программе Продолжить Работу Даже Если Это Приведет К частично Неверным Результатам Приложения Требовательные К безопасности Часто Предпочитают Корректность Устойчивости Лучше Не вернуть Никакого Результата Чем Неправильный Результат Радиационная Машина Это Хороший Пример Применения Такого Принципа В потребительских Приложениях Устойчивость Напротив Предпочтительнее Корректности Какой-то Результат Всегда Лучше Чем Прекращение Работы Текстовый Редактор Которыми Пользуется Стив Макконов Временами Показывает Последнюю На экране Строку Лишь Частично Так вот Стив Макконов Садает вопрос Хочет ли он Чтобы при обнаружении Этой ситуации Редактор Завершал Выполнение Скорее всего Нет Для исправления Этой ситуации Он нажимает PageUp PageDown И ситуация Исправляется Итак Влияние Выбора Метода Обработки Ошибок На Проектирование Высокого Уровня При наличии Такого Широкого Выбора Надо Стараться Реагировать На неправильные Значения Параметров Одинаково По всей Программе Способ Обработки Ошибок Влияет На Соответствие Программного Обеспечения Требованием Корректности Устойчивости И другим Атрибутам Не Относящимся К Функциональности Выбор Общего Подхода К работе С Некорректными Данными Это Вопрос Архитектуры Или Высокоуровневого Проектирования И он Должен Быть Рассмотрен На Одном Из Этапов Разработки Системы Выбрав Подход Придерживайтесь Его Неукоснительно Если Вы решили Обрабатывать Ошибки На высоком Уровне А в Низкоуровневом Коде Просто Сообщать О них Удостоверьтесь Что Высокоуровневый Код Действительно Их Обрабатывает Некоторые Языки Позволяют Игнорировать Возвращаемые Функции Значения В C++ К примеру Вы не обязаны Что-то делать С возвращенным Результатом Но Не игнорируйте Информацию Об ошибке Проверяйте Значение Возвращаемое Из функции Так Так Сохранюсь Из функции Даже Если Вы считаете Что ошибка В функции Возникнуть Не может Все равно Проверяйте Ведь смысл Защитного Программирования В защите От ошибок Которых Вы не Ожидаете Это так Это я От себя Добавлю Какой Смысл Ну Как бы Мы Когда мы Пишем Мы проверяем На те ошибки Которые Мы ожидаем Мы предполагаем Что они Могут Быть Но Фишка Действительно В том Что А вдруг Произойдет Какая-то Ошибка Мы не Ожидаем Теоретически Как-то Возможно Когда-то 2 плюс 2 Будет Равно 5 Это Плохой Пример Грубый Но Все Равно Идея Думаю Вы Поняли То есть Мы Тестируем Свою Программу На то Что Мы Знаем Мы Не Можем Тестировать На то Что Мы Не Знаем Как бы Подавать Тесткейсы Те Примеры Которых Мы Можем И Дагадываться Они Могут Возникнуть Во Время Работы Программы В Различных Средах Ну То есть На Операционной Системе Бывает Такое Что Программа Может У вас Отлично Все Работать У кого-то Отлично Работать А у Второго Третьего Человека У четвертого Плохо Работать А почему Выясняется Что У него Стоят Какие-то Какое-то Программное Обеспечение Которое Ставит Какую-то Свою Версию Какой-то Библиотеки А ваша Программа Тоже Как-то Там Пересекается С этой Библиотекой И в результате Получается Какая-то Каша Иногда Такое Тоже Бывает Поэтому Смысл Защитного Программирования В защите От ошибок Которых Вы не Ожидаете Эти Принципы Относятся К системным Функциям Так же Как И Вашим Собственным Если Только Архитектура Программного Обеспечения Не Предусматривает Игнорирование Сбоев Системных Вызовов Проверяйте Коды Ошибок После Каждого Такого Вызова При Обнаружении Ошибки Укажите Ее Номер И Описание Так Способы Закончились Теперь Следующая Глава Или Подглава Это Исключение Исключение Это Специальное Средство Позволяющее Передать Вызывающий Код Сообщение Об Ошибке Ну Или Как бы Не просто Код А Сообщить Системе О Исключительной Ситуации Если Код В некотором Методе Встречает Неожиданную Ситуацию И Не знает Как Ее Обработать То Он Генерирует Исключение То Фактически Умывает Руки Со Словами Я Не знаю Что С Этим Делать Надеюсь Кто Небудь Знает Как На Это Реагировать Код Не имеющий Понятия О Контексте Ошибки Может Вернуть Управление Другой Части Системы Которая Возможно Лучше Знает Как Интерпретировать Ошибку И Сделать С ней Что То Осмысленное Так Что Это Так И И Что Это Такое Карта Племя Умбра Интересно Интересно Вот Ножик Ножик Или меч Что Это Валяется Нож Куда Это Я попал Так Тут Скорпиончики Какое-то Племя Но От Племени Вижу Ух ты Рыба Цветок Брок Да Ладно Сейчас Перебьем Скорпионов И узнаем Что Тут За Дела Так Продолжаем Исключения Кроме того Исключения Могут быть Полезны Для Упрощения Запутанной Логики Участка Кода Для Упрощения Запутанной Логики Так Исключения И Наследования Имеют Общее Свойство Используемое Разумно Они Могут Уменьшить Сложность Используемое Чрезмерно Они Могут Сделать Код Абсолютно Нечитаемым Используйте Исключения Для Оповещения Других Частей Программы Об ошибках Которые Нельзя Игнорировать Основное Преимущество Исключений Состоит В их Способности Сигнализировать Об ошибке Так Что Ее Нельзя Проигнорировать При Других Подходах К обработке Ошибок Есть Вероятность Что Сбойная Ситуация Останется Незамеченным Исключения Устраняем Устраняем Такую Возможность Генерируйте Исключения Только Для Действительно Исключительных Ситуаций Так Пойдемте Вверх Каменный Памятник Ладно Применение Исключений Исключений Должно Быть Зарезервировано Только Для Действительно Исключительных Случаев Попросту Говоря Иначе Говоря Для Ситуации Которые Нельзя Реализовать Другими Методами Кодирования Исключения Используются В Таких же Обстоятельствах Как И Утверждения Для Событий Которые Не просто Редко Проходят Происходят А которые Никогда Не должны Случаться Ух ты Исключения Предоставляют Собой Компромисс Между Возможностью Обработки Непредвиденных Ситуаций С одной Стороны И повышением Сложности С другой Исключения Ухудшают Инкапсуляцию Требуя От кода Вызывающего Метод Знать Какие Исключения Могут Быть Сгенерированы Внутри Него Это Усложняет Код Что Противоречит Главному Техническому Императиву Программного Обеспечения Суть Которого В Снижении Сложности Не Используйте Исключения По мелочам Если Ошибка Может быть Обработана Локально Там Ее И Обрабатывайте Не Генерируйте В коде Не Перехватываем И Исключения Если Ошибка Может Быть Исправлена На Месте Избегайте Генерировать Исключения В Конструкторах И Деструкторах Если Только Вы Не Перехватите Их Позднее Правила Обработки Исключений Очень Быстро Усложняются Когда Исключения Генерируются В Конструкторах И Деструкторах Так В C++ Деструктор Не Вызывается Пока Объект Не Создан Полностью Это Значит Что Если Код В Конструкторе Сгенерировал Исключения Деструктор Вызван Не Будет Что Приведет К Возможной Утечки Ресурсов Аналогичные Замысловатые Правила Относятся И К Исключения Внутри Деструктора Приверженцы Языка Могут Сказать Что Запомнить Эти Правила Очень Легко Но Все же Программисты Простые Смертные И У них Могут Возникать Трудности С Запоминанием Правил Наилучшая Программистская Практика Избегать Излишней Сложности Которая Создается При Написании Такого Кода Так Генерируйте Исключения На правильном Уровне Абстракции Интерфейс Метода И Класса Должен Предоставлять Собой Целостную Абстракцию Генерируемые Исключения Такая же Часть Интерфейса Как и Специальные Типы Данных Так Куда-то Я пришел Тебе Здесь Не рады Так Я Охраняю А ты Уходи Прочи Че Че Вы Злые Такие Я же Вам Ничего Ничего Не Сделал Уходите Может Перебить Фанатики Какие-то А Вон Еще О О О Так Видишь То Так Если Ты Не Веришь Как Же Ты Обеспечишь Что Случилось К Юга Деревни Бродит Настоящий Дух Что Же Могу Сделать Ты Можешь Пойти К Ней Попытаться Выяснить Чего Она Облуждая Среди Живых На Юге Ночью Знать Что Беспокоит Шаманов Блин Юг Юг Это Там Правильно Это Ж Не Юг Вот Сейчас Куда Я Иду Ух Ты Море Ух Ты Пещера Ёлки Палки Ну чё Ж Погнали На Юг Крови Кости Жрут Наверное Друг Друг Ну Ладно Ночь Откуда Ты Взялся Ах Ты Тварь На Тебе На Тебе Блин Вон Еще Да Хорошо Сейчас Я их Перебью Вносите В описании Ние Исключения Всю информацию О его причинах Каждое Исключение Возникает При Определенных Обстоятельствах Обнаруженных Кодом Момент Генерации Этого Исключения Эти Сведения Недоступны Тому Кто Читает Сообщение Об Исключении Убедитесь Что Это Сообщение Содержит Достаточной Информации Для Понимания Причины Генерации Исключения Например Если Причиной Был Неправильный Индекс Массива Элемента Включите В описании Верхнюю И нижнюю Границы Массива И Некорректное Значение Индекса Избегайте Пустых Блоков Кетч Опачки У меня Уже Патроны Закончились Иногда Искушение Оставить Без Внимания Исключение Возникает Такое Искушение Которое Вы не Знаете Как Обработать Ну Такое Иногда Бывает Да Можно Увидеть Пустые Блоки Кетч Для Чего Они Тогда Вообще Нужны Ну Если Вы Что Перехватываете Ну Как Минимум Залогируйте Это Ну Куда Небудь Запишите В Файлик Так Ладно 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 Че Ладно Надо Полечиться От Отравления Так Тогда А где Я Вот Он Я Тогда Надо 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 Поменять Оружие Вот Так Вот Ну Ка Эй Вы Твари Че Они Не Хотят Нападать Ага Вот Ну Тратить Пистолеты Смысла Не Вижу Так Добьем Так Держи С одного Удар Валятся Нормально А Полечиться От Отравления Надо Точно Где Тут Вот Нормально Ты Держи Ткач Какой-то Да А где Жюх Вот Это Наверное Юх Типа Тут Призрак По ночам Бродит Так Сколько У меня Опыта Еще Еще Немало Так Ладно Юх Юх Давайте Сюда Немало Понятно Понятно Ждем До Полуночи Есть Надо Найти Призрак Да Тут Бродит Призрак Призрак Чего-то Я Никого Пока Не Вижу Призрак Нету Тут Никого Так Тут Тоже Нету Ну Он же Сказал На юге Правильно Ну Побегаем Кругами Вон Точно Так Это все ложь О боже У него рука Так больно Если Кто тебя Мучает Пожалуйста Назови Его Имя Все Не Должно Быть Так Ты Сказал Что Хочется Дать Семь Ох Как Я Умираю Нет Это Спасибо Ну И Че Как 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 Я Понял Надо Побежать И Шаман Рассказать Хорошо Так Где Ты Шаман Где Ты Шаман Я Поговорил Смешно Слушал Стало Быть Духа Похоже Она Была Некий Тип Имени Торг Которому Я Был Ох Так Что Теперь Теперь Похоже Придется Мне Отправить Ее В мир Тумана Думаю Если Ты Пошел Со Мной Хорошо Э А Я Тут Ничего Управлять Не Могу Это Типа Идет Проигрывание Да Вон Стоит Этот Дух Короче Ладно Пусть И не Стоят Итак Выясните Какие Исключения Генерирует Используемая Библиотека Если Вы Работаете С языком Не требующим Чтобы метод Или класс Объявляли Возможные Исключения Убедитесь Что вам Известно Какие Исключения Могут возникнуть В коде Используемых Библиотек Не Перехваченное Исключение Из Библиотеки Приведет К аварийному Завершению Программы Также Легко Как и Исключения Сгенерированные В вашем Коде Если Библиотечные Исключения Не Документированы Создайте Код Прототип И протестируйте Библиотеки Чтобы Их Выявить Рассмотрите Вопрос О централизованном Выводе Информации Об Исключения Поддержание Целостности В обработке Исключений Обеспечивает Централизованный Генератор Сообщений Об Исключения Он Содержит Базу Знаний О том Какие Это Исключения Как Каждое Из них Должно Быть Обработано Какой Формат Сообщений И Т. Далее И Т. 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 Подобное Стандартизируйте Исключения В вашем Проекте Чтобы Сохранить Процедуру Обработки Исключений Максимально Интеллектуально Управляемой Вы можете Стандартизировать Исключения Несколькими Способами Если Вы Работаете С Языком Таким Как C++ Который Позволяет Генерировать Исключения Разных Типов Стандартизируйте Что конкретно Будет Создаваться В целях Совместимости С другими Языками Подумайте Об использовании Только Объектов Порожденных От базового Класса Exception Подумайте О создании Собственного Класса Исключений Который Может Служить Базовым Классом Для всех Исключений Возникающих В вашем Проекте Это Поможет Централизировать И стандартизировать Регистрацию Обработку И Другие Действия С ошибками Определите Конкретные Случаи В которых Код Может Использовать Синтаксис Troll Catch Для Локальной Обработки Ошибок Определите Конкретные Случаи В которых Код Может Сгенерировать Исключение Не перехватываемое Локально О Лучевой болезни Нету Лучевой болезни Так Карма Рейдинг Юрина Хорошо Решите Будет ли Использоваться Централизованный Генератор Сообщений Об Исключениях Определите Допускаются Ли Исключения В конструкторах И Деструкторах Рассмотрите Альтернативные Исключения Точнее Альтернативы Исключения Некоторые Языки Поддерживают Исключения 5-10 лет И более Однако До сих пор Нет Общепринятых Правил По Их Безопасному Использованию Некоторые Программисты Применяют Исключения Для Обработки Ошибок Только Потому Что Их Язык Программирования Предоставляет Такой Механизм Вам Всегда Следует Принимать Во Внимание Все Возможные Методы Обработки Ошибок Локальную Обработку Ошибок Возврат Кода Ошибки Запись Отладочной Информации Файл Прекращение Работы Системы И другие Способы Обрабатывать Ошибки С помощью Исключений Только Потому Что Это Позволяет Язык Это Классический Пример Программирования На языке А Не С Использованием Языка И Напоследок Подумайте Действительно Ли Вашей Программе Необходимо Обрабатывать Исключения Как Заметил Бьерн Страуструб Иногда Лучшие Реакции На серьезную Ошибку Периода Выполнения Будет освобождение Всех ресурсов И прекращение Работы Пусть Пользователь Перезапустит Программу С Належащими Входными Данными Ну По поводу Исключений Все Следующая Часть Это у нас Будет Изоляция Повреждений Вызванных Ошибками Дальше Будут Отладочные Средства Ну И Что-то Там Короче Тоже Дальше А на Сегодня Все Ну Все По поводу Все Это То Что касательно Книги Этой А так Я еще Минут 5-10 Поиграю Я сейчас Пообщаюсь Вот с этой Бобенкой Зайду в пещеру Гляну Что там Может быть Там Кого-то убить Надо Кому-то Помочь Надо Ну Вот И Все Поэтому Все Кто Хотят Что-то Там Ждут Дальше По Книге На Сегодня Все А те Кто Еще Посмотрит Как я Играю То Смотрите Итак 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 Что тебе Нужно Мне Не хватает Древесины Ёлки Палки А там Валялась Древесина Я Подобрал А Три Полена Ну Хорошо Нефиг Делать Побежали Соберем Три Полена Так Давайте Когда Утро Поспим То Это Ночью Как Бе О Че Это Лопата Лопата Есть Она Тут Валяется Значит Надо Что-то Покопать Ну Не надо А можно Что-то С помощью Лопаты Выкопать Закопать Возможно Когда Их Всех Убьем То Надо Будет Их Всех Закопать Поэтому Эта Лопата Там Лежит Не Просто Так Надо Сейчас Попроб Сейчас Отнесу И три Ведра Блин Три Полена Ладно Давайте Я так Попробую Веревку Попробуем Спуститься В колодец Попробуем Спуститься В колодец В этом колодце Отсутствует Веревка Ведро Веревка Пропала А Блин Я хотел Спуститься Но примотал только веревку Теперь я получается О! Колодец Колодец уже исправлен, помнишь? И что, хоть бы А, во, кажется я не просил о помощи Я бы смог сам Да, сам ты стоял тут И ничего не делал, носу ковырялся Ай, так, починить колодец Починил Че тут с кармой? О, уже принимают, уже не такие борзые Это хорошо Так, сейчас отнесу еще дрову Будет еще лучше Так, давай Да, вот они Знаешь, да, я мог умереть в этих лесах Я рисковал Да ладно, блин Че вы можете-то Бомжи тут Так, ладно, сходим в пещеру, что ли Стой, что-то ты делаешь Нет Ох ты, нельзя В пещеру нельзя Значит, надо найти главного воина Который разрешит зайти в пещеру Так, че тут с уровнем 24 тысячи Карма принимают Главного, знаешь, воина надо найти Может это он Вот Слышал А, это Это этот Типа Вождь Я ищу Позвольте мне Может здесь еще Спасибо Возможно Удали Поспрашиваю Деревню Бартер не будет Ну ладно Где-то главный воин Это, походу, лекарь Нам угрожает Не внешне А, конечно Блин, столько текста Я так не люблю его читать Конечно Что мне нужно сделать О С одним из Торговцев Это почему же Почему я Ладно Я в деле Так Дальше Ладно Которая Стимулятор С драматизмом Так Походу Он сейчас Будет стрелять Да Конечно Конечно Что будет Да, конечно На самом деле Не довольно Распространены Кроме Дай мне Свою руку Почем Так Полный ящик Стимулятора 50 штук Блин За 20 шкурок Он Прав Хорошая цена Серьезно Блин Даже не знаю Я не знаю Реально 20 шкур Золотых шкурок Это Питаха Ладно И че Ой Блин Ой Блин Не Не Давайте Переиграем Я хочу Переиграть Но Потому что Это не дело Так Я ему Помог Да Спасибо Да Этой же Я тоже Помог Да Сейчас Сейчас А Вот так Вот Да Вот Так Тут Ничего Нет Да Тогда Погнали Сюда Сейчас К вождю К вождю И Переиграем Потому что Ну Как-то Некрасиво Получилось Я На самом Деле И хотел Ну Потому что В диалоге Там Было Мол В чем Подвох Но Что-то Что-то Вот Так Вот Получилось Ладно Сейчас Переиграем Сейчас Я У него Скажу А в чем Подвох Ну Да В принципе 50 штук 50 Симуляторов За 20 Штук Шкурок Это 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 Слишком Дешево Сейчас Еще раз С ним Перетрем Так 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 Ага Конечно Говорит А че Раз Раз Вот Это На тебе Копьем В башне На тебе Да Выделался Короче Я А че Делать Получается Там Вот Вот Просто Так Разоблачить Не Получается Что Делать Так Ладно Еще раз Короче За 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 10 Шкурок Сейчас Попробуем Договориться Получится Получится Не Получится Фиг с ним Так Сохраняемся И на этом Все Сейчас Сейчас Перетрем С этим Торговцем Мудила Он Обманывает Этих Ну Не образованных Силюков Так Это Почему Уже Почему Я Ладно Я в Деле Так Дальше Дальше Все Это Выбрать Так Почем Практически Даром Это Сколько Так Ну Можем Предложить Вам 10 Я Уже Вам Да Ну Блин Да Пофиг Пофиг Тут Получается Выбора Выбора Особо Не Было Но В любом Случа Я 500 Очков Опыта Получил И 15 Единиц Кармы И Карма Вон Меня Уже Здесь Все Любят Я Так Так еще воина бы найти там пещера пещера мне бы главного еще этого воина найти главного воина тут походу нет этот походу тоже уже навеки в долгу конечно вы все навеки в долгу а бесплатно ничего никто ничего не дает только продает зато они все навеки в долгу но если мы такие уж кореша семья одна то давайте когда бесплатно не знаю там я бы тоже наверное что-то бесплатно им бы дал бы но она мне надо я же всех спасаю а вытащу сидите на месте но могли бы там борщица сварить там сказать мол иди поешь там ты наверно устал там с дороги а что делать и сейчас зайду в ту пещеру в тупую да ничего блин это 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 но если пещера есть значит значит туда можно зайти вот еще какой-то чувак благодарю вас за помощь да не надо мне благодарить дайте мне пещеру зайти ладно вы в следующий раз я наверное побегаю подумаю что думать никто со мной разговаривать не хочет эти эти выходов тут тоже больше особо некуда идти карту давайте открою ну да ну еще раз тогда поговорю с этим и все наверное на сегодня но по ходу все ну и ладно все так все так так бартер ладно на сегодня все тогда всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока